Память святителя Марка Архиепископа Ефесского Человека, который, можно сказать, в одиночестве предотвратил огромную опасность, которая подготавливалась определенными политическими силами, стремившимися распространить влияние Запада на Византийскую империю. И вместе с тем привнести на Восток все те три волнения культурные, политические, религиозные, которые тогда бушевали на Западе. Время Марка Ефесского – это XV век. Это так называемая эпоха Возрождения на Западе, которая стремилась возродить в первую очередь классическую культуру. Но языческая классическая культура была культурой языческой, а не христианской. И под этим возрождением античности, конечно, скрывалась идея вновь привить христианской Европе те ценности, которые разделялись античностью. А что было в центре античного мира? Был человек, он же и бог. Ведь все античные боги были людьми. Весь античный пантеон – это был пантеон богов, созданных человеческим воображением по своему образу. И вот эта, можно сказать, обезбоженная с христианской точки зрения культура стала массово распространяться на Западе. И все это совпало с утратой Византии и тех позиций, которые она имела. Византия православная ослабла и в связи с внешними обстоятельствами и внутренними проблемами. И казалось многим, что единственная возможность спастись, в том числе и от опасного и иноверного окружения, это принять все ценности Запада, воссоединиться с Западом религиозно, культурно и стать одним целым. И эти мысли были в то время господствующими, потому что на Востоке не видели другого пути, как можно обезопасить себя, как только воссоединиться с Западом. И вот в Герраре, во Флоренции, был созван собор, который предполагался как вселенский, для того, чтобы была подписана уния между Востоком и Западом, между западным христианством и восточным христианством. И движимый стремлением обезопасить себя политически от грозного врага с Востока, представители христианского Востока, все подписали унию, кроме одного человека, святителя Марка Ефесского. Многие его осуждали, да все тогда осуждали. Многие его не понимали, но как же можно отказаться от объединения, которое гарантирует обретение новой силы, а значит освобождение от опасных политических врагов? Но святитель Марк Ефесский прозревал самое главное. Он видел и знал, что начало происходить на Западе, как это языческое мировоззрение, языческая культура стало возрождаться не в том смысле, что возрождалось поклонение идолам, а в том смысле, что языческий антропоцентризм, то есть учение о центральности человека, а не Бога, захватывало сознание европейцев. И на этом в сознании вырастала новая культура. И Марк Ефесский понял опасность этого так называемого возрождения. И он не подписал Флорентийскую унию. Один. А вслед за ним очень многие, несколько позже, осознали опасность этого предприятия и не приняли унию. Один человек – Марк Ефесский. Но на его стороне была правда. Некоторые считают, что он выступал против единства Церкви. Да совсем нет. Кто же может не стремиться к единству христианства, к единству Церкви? Мы молимся каждую ритургию, каждое богослужение о единстве всех Божьих Церквей, о воссоединении всех. Эта молитва присутствует, можно сказать, в центре церковного сознания, потому что это сознание никогда не будет мириться с разделением Церкви, с появлением расколов, с появлением ересей, с появлением всего того, что разделяет единое целое Церковь. Марк Ефесский, понимая важность единства, одновременно сознавал, что то, что предлагается во Флоренции и Феррари, в двух итальянских городах, где проходил Феррарова Флорентийский собор, далеко от того, что можно назвать подлинным воссоединением разделенного христианства. То была капитуляция, сдача своих позиций не только политических, от которых практически ничего и не оставалось, а в первую очередь отказ от того, во что верила и что исповедовала Православная Церковь. Мы вспоминаем сегодня имя святителя Марка Ефескова, возносим благодарение Господу не за то, что продолжается разделение христианства, совсем нет, а за то, что под видом воссоединения христианства не произошло разрушение Церкви Христовой. Пусть все те усилия, которые ныне употребляются к тому, чтобы объединилось христианство, чтобы восстановилось единство, чтобы все эти мысли, чаяния, молитвы, ведь и мы на каждой литургии молимся о соединении святых Божьих церквей и о соединении всех. Пусть эти мысли, эти чаяния не покидают и нашего религиозного сознания. Но все это вместе с молитвами о воссоединении мы должны соединять также с заботой о сохранении чистоты веры, той самой веры, которая передана нам от святых апостолов и которая наполняет единую святую соборную апостольскую Церковь через приобщение, которое мы спасение обретаем. Молитвами святителя Марка Ефескова да поможет Господь всем нам и ныне крепко содержать веру православную, ограждать ее от расколов и разделений, одновременно не переставая молиться, а в соединении всех оно может произойти только силой божественной благодати. И как многие святые отцы считали и предвидели, таковое непременно произойдет в конце человеческой истории. Но оно будет складываться не под тем рецептом и не под той процедуре и не под тем действиям, которые ложны предлагались Церкви для достижения единства во времена святаго Марка Ефескова. Его молитвами дохранит Господь веру православную и Церковь нашу от всяких разделений и расколов. Аминь. 13 лет тому назад, именно в этот день, в день прославления святителя Марка Ефескова, Господь призвал меня к патриаршему служению. И я воспринял это не как случайное стечение обстоятельств, а как некоторое указание свыше, что в моем служении должно быть наполнено молитвой о воссоединении святых Божьих церквей, о соединении всех и что этому должны посвящаться и мои труды. В мерах своих сил я пытаюсь сделать то, что можно здесь сделать, сохраняя верность православию и одновременно не забывая о заповеди Христовой, о том, что да все будут едины. Я думаю, что на этом пути развивается и жизнь наша в русской православной Церкви, мы не замкнуты в самих себе, мы имеем широкие, широкие и важные внешние связи, которые в том числе и осуществляются для того, чтобы сблизить позицию христиан по многим вопросам современности, а через такую работу сделать более близкими христиан Востока и Запада. дай Бог, чтобы эти усилия ни в коей мере не ослабляли внутренние силы православной Церкви, но чтобы эти усилия содействовали укреплению веры Христовой во всем мире. И верим, что молитвами святителя Марка Ефескова эта работа, продолжаясь, будет приносить свои добрые плоды. С праздником поздравляю вас! Субтитры создавал DimaTorzok